дождик идет мусор лежит вот здесь вот проход на его отлично сейчас надо стать на веса я буду мусором грузится конечно под дождем не сильно весело будет изложился 15 120 дождь идет просто еще съезд такой вины с весов нехороший внимательно чтобы ничего не поломать буду грузить этот мусор видите вот такой вот а так сейчас я такой вот здесь вот такой мусор глядь не принимаю на болваночки всякие так как бы мне проехать сейчас не туда вот аккуратненько надо конечно неудобно а я так я давай проезжай и делают деньги на всяком мусоре видите какой хочешь разный сейчас буду грузиться опа дождик правда идет слушай как ты понимаешь что сколько тебе надо загрузить они тебе как-то говорят они говорят сколько пустая машина лезет ну да примерно вот наверное надо 46 потому что сейчас дождь да сейчас дождь оно все мокрое ну да но все равно не угадай я в Голландии часто эту макулатуру вожу но добавляют одну руку одну этот а родители да один один у зима 48 а потом упали нравится тебе здесь или нет а нравится тебе здесь жить да жить здесь хорошо хорошо да зарплата в принципе не хвата еще я знаю у меня сестра тоже живет у меня сестра тоже она уехала с Николая здесь это понятно человеком я один работаю а в принципе ну в семье семьей да я один работаю в принципе нашлись хватает ну ты же получается не на пособие сидишь? нет чисто я работал вы понимаете кто готов на работе она не на пособие она не на пособие а я блядь что я буду работать а я процедку имел все чистенько видишь блядь а сейчас блядь сейчас бумага тебе расскажет чистоту прицепа я вот единственное я думаю что лучше 46 накидать тогда я вперед положу поменьше давай давай а там если что может быть одну еще вот так вдоль да вдоль если что потом наверху подпишется или поток Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Терма маленькая, поэтому надо, чтобы на дорогу было выезжать, чтобы навесы сдать задом, потому что я грузился с одной стороны, выгружаюсь с другой стороны, ой, выгружаюсь с навеса заехать, короче, неудобно. Я чуть-чуть тут поддергался, короче, помучился, заехал на веса, еще вот такая ямища тут, бьешься перед комом, эй, слышали? Вот это вот так вот постоянно ты гасишься. Машина поднятая, так что мне там не надо рассказывать сказки, а мужик махает даже, вот такая работа, что, потом, потом, он рассказывает, блядь, что, ломают, трещат. Это свалки, ребят, на свалках такая тема, ударился, обломал, что-то, это нормальное явление. Холодильники, а чего я еду обратно? А потому что у меня 42 тонны. Едем выгружаться. Сейчас опять открывать наобок. Вон, холодильников, смотрите, сколько. Вода хорошо уходит. Дождь, видите, какой идет? Видно вам? Вот это такая вот тема. Я сейчас встану в этот раз с этой стороны, чтобы не растинтовать правую сторону, а левую. Чтобы он забрал у меня сейчас парочку этих рулок. Такая вот движуха. Ну, на свалках это постоянно такая тема. Погружают постоянно, либо, ну, перегружают, вот так вот, как меня сейчас. Такой нюанс бывает. Сейчас завтка снимет 42, ну, 3 штучки где-то надо снять, 3-4. Короче, все заново разбираем. Ну, сейчас он достанет отсюда, вот, 3, я думаю, 3 и будет нормально. Видео лишь. Дождик идет там. Вон, смотрите, канистры какие. Это мусор. Потом все идет на утилизацию, куда-то на продажу. Бампер, крышки. Запах стоит, видать, что-то было херовенько в этих канистрах. Нехорошие такое. А я пришел посмотреть, смотрите, стиралочки какие-то. Печурочка. У кого-то взорвалось, кстати, наверное. Холодильнички такие вот. Стиральная машинка вышла из строя. А, не работает ручка, видите. Какой нюанс. Холод-досы, шмод-досы. Все, так, что-то вот. Бош, блядь. Ёп твою мать. Бош, русская. Отрезают. Видите, они всегда отрезают вот эти вот. Я не знаю, зачем они это делают. Кто знает, можете написать. Всегда вот так отрезают. Тут вообще перерубали он все эти. Чтоб ни хрего, ничего. Видно, рабочий был. Я не знаю, зачем они сейчас такое делают. Ну, они отрезают, перерубывают. Либо, чтобы наши не собирали, не ездили, или что. Ну, как бы, такой нюанс. Барахла хватает. Тут. Да, рабочие вообще полностью. Вышло, видимо, из строя. Вот это тут хлама, конечно. Опа, стекла. А, это, это посудомоечная машина была. Бош тоже, да? Да, тоже Бош. А это что? Мели, мели. Какой-то стеробка какая-то странная какая-то. Первый раз так увижу. А это? А, это была морозильная камера. Прикинь, бля, я в хорошем состоянии. Да, бывает и такое. Ладно. Хлама хватает. Ожидаем. Чувачка. Пачка, который, блядь, перегруза делает мне тут. Сейчас он придет. Выгрузимся опять на веса. Ну, бывает такая тема, наверное. Что ты сделаешь? Я по сколько раз, бывает там у китайки вообще там по три, по четыре раза на веса свисал. Бывает нормально, бывает, ну, не сильно хорошо. Вот такие вот моменты бывают. Сейчас он кишку натрескает, набьет. У него обед. Война войной, говорит, а обед по распорядку. Я говорю сто процентов, чувак. Я только говорю за. Так что я говорю, я в ожидании. Как в Дании, я говорю. Вообще достал он четыре штуки. Сейчас я завяжу. Как раз отлично. Еще я отодвинул мне. Красавчик. Свалка на свалке. Там рядом тачки легковые, порватые. Тут мусор, шмусор, блин. Бля, сколько тут всякого говна именно. Диваны, шневады, блин. Мусор катится. Сейчас жду, пока трактор там не проехать бы как-то. Вот тут. Промок, конечно, за сегодня жестко. Ой, руки все мокрые, сам весь мокрый. Что-то идет в последнее время не так. Ковром, вы поняли? Ковром. Красавчик именно ковром убирает. Это ковер вон, видите, у него в руках. Ну, в этом. В ковшу этом. Чик. Вот так. Леп, 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 леп. Вот так вот. Молодец. Умничка, умничка. Давай, чувак, я проеду. Красавчик. Дай. Дай. Креса. Я беру документы. Вылетаем отсюда. Все, славочка, пока-пока. Прикольная загружечка была. Претензий не имею. Уже на очереди тачка грузится. Прикольная загружечка была. Прикольная загружечка была. Приехал я, ребята. завод вот он пыхтит весь с трубами вон это вся бумажуля лежит в парках и сейчас останавливаться и на этом заводе раз 800 уже за все время что я работаю в германии это фильме и на той предыдущей фильме это говно возишь постоянно и постоянно вот лесовая встаешь а здесь вот заходишь сама проходная но я хочу там туалет душ все есть короче я хочу в туалет зайти и пробовать оформляться здесь получается идет выгрузка в этом окне в том идет русская такая тема лично ребята получается он присылает документ что мне на вайбер прислал я и показываю и она говорит залетай короче говорит на весах я говорю понял сейчас залетим спор просто маслом колечко на весах кстати хочу сказать здесь же я и писал объяснительную тоже умнее за мои съемки за туши снимаю на камеру потому что здесь нельзя снимать не разрешают смотрите как вы хотите там все дымит пахтит тут у них душ туалет ну все короче для водителя если это конечно организация очень хорошая там заходишь первое окно это для выгрузок второе окно для загрузок вообще все четенько объяснят тебе сейчас она увидит что снимаю и опять напишу объяснить или бумажули у такую и едем он выгружаться с весов заходим она объясняется прямо короче там встаешь чехлина растентовываешь прицеп и стоишь ждешь и говорю все понял не вопрос здесь грузится весовой это приехал стал в очередь весовая его там сразу раз повернул влево растентовываешь прицеп и ожидаешь я говорю я сейчас заснимаюсь опять буду писать объяснительно возле таких больших бочек массивных конечно завонялась а конкретно это картонов по в тенте пока и вас запах вообще жесткий плюс в чем-то пристали для проходной вот тут сзади останавливаешься встречают женщины и ведет вас куда нужно опа она тут руководящейся должности директор всего этого пищеблока потом мне вот так на будет уже все выметать вот это чик чик руководится атмосферный запах конечно не такой не сильно хороший потому что так как свалка увидите жесткая вообще а именно жесткая меня ведут куда так ну нормальная тема короче в портельчике нормальный такой где нормальные невесты там кофе чайок не там дадут все там будет чтобы запаха не было короче опахался визу включил поворот она все по телефону базарит так набазарится не могу все набазаривай подушку старая давай крути педали вот что здесь творится ведь ладно перестали снимать потому что могут мне опять заставить писать объяснить лиддл скайл от бумаг вот он выгружает ремни валяются все на полу короче такая тема и не разрешает подойти они короче все теперь сейчас будет не то что мокрые грязные конченые вот смотрите ляп вот он а пойдет и он их переезжает по инструкции не положено даже снимать не положено но я это делаю на риск лидовский товар бумага лидовская замел чистенько ремни оставил потому что буду ехать грузиться камнем я уже третью ходку камни вожу там с одной конторы кирпич короче газоблок по разным там организациям и это за сегодня чтобы поняли я выгрузил кирпич газоблок это там на организация но я потом следующем там видеоролики еще сделаю это где я там вожу тут газоблок замел прицепчик вымел все приготовил досочки думал бы уже адекватная загрузка будет ну да и попалась мусор но это тоже хорошая адекватная загрузка не жалую можно столько мусора от меня вымел я поехали на веса шел до карчака за эту бумажку говорю надо подбить тебе или шо там ее не ничего все злой такой выезжай на выси выезжай уезжай короче хотят все уже короче понял а тут еще машины стоят они злые именно проезжаю смотрите под трубами такими кто-то развалился гляньте сколько тут этого мусора всего нужно ехать поздно на выход это дочь на веса прямая дорога забираем все документики едем на закуску короче вот такой был рейс на этом заканчиваю свою историю спасибо всем кто смотрел лайк плохие комментарии тоже и до следующего истории мои где я буду там уже 3 ход я сделал этого камня оттуда я вожу камень сейчас но то будет совсем другая история